Добрый день, наши уважаемые зрители, слушатели. Мы продолжаем для вас работу в режиме самоизоляции и сейчас с нами на связи доктор экономических наук, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Игоныч Дмитриев. Михаил Игоныч, здравствуйте. Добрый день. Михаил Игоныч, вот сейчас наша экономика в связи с эпидемией коронавируса переживает очень сильные проблемы, как и экономики других стран, и раздаются разные предложения и политиков, и экономистов, и в частности они касаются фонда национального благосостояния. Кто-то говорит, что надо разделить его, там потратиться два месяца, чтобы помочь людям. Михаил Игоныч, прежде чем я спрошу вас об этих предложениях, могли бы вы нам напомнить, что такое фонд национального благосостояния и для чего вообще создавался этот фонд? ФНБ, фонд национального благосостояния, создавался для сглаживания бюджетных расходов в условиях, когда цена на нефть очень сильно скачет. По нынешнему бюджетному правилу, если цена на нефть больше сорока с небольшим долларов за баррель, то все дополнительные налоги, взяваемые с нефти, поступают в фонд национального благосостояния. А вот если цена падает ниже этих сорока одного с небольшим долларов за баррель, то наоборот, из фонда национального благосостояния деньги идут на то, чтобы восполнить недостаток доходов бюджета из-за падения цен на нефть. Сейчас, естественно, цена на нефть гораздо ниже вот этой цены от сечения сорок с лишним долларов за баррель, и фонд национального благосостояния уже начал расходоваться на то, чтобы не снижать бюджетные расходы, которые запланированы, исходя как раз из уровня цен на нефть сорок с небольшим долларов за баррель. Но если мы посмотрим, сколько на это может уйти денег в этом году, то если учесть еще дефицит средств в социальных небюджетных фондах, в фонде медицинского страхования, в пенсионном фонде, то на это может уйти до половины фонда национального благосостояния. Сейчас он оценивается, его ликвидная часть, за которую можно потратить реально, порядка 11 триллионов рублей или 10 процентов нашего ВВП. Так вот, половина из него может уйти на, собственно говоря, поддержание и не снижение доходов бюджета. Тем не менее, возникают и другие проблемы. Мы видим, какое количество бизнесов оказалось без выручки, какое количество людей фактически теряет работу, даже если формально они не уволены, как пострадали самозанятые. Все это тоже нуждается в государственном вмешательстве поддержки. И если на эти цели направить хотя бы еще 2-3 триллиона рублей, то расходы из фонда национального благосостояния в этом году могут составить от 8 до 9 с лишним триллионов рублей. По сути дела, большую часть фонда мы израсходуем в этом году. Таким образом, правительство сейчас не просто готовится очень сильно уменьшить размеры фонда, но и размышляет над тем, а не стоит ли, воспользовавшись тем, что уровень государственного долга у нас один из самых низких в мире, всего 15 процентов ВВП, это меньше, чем годовые расходы бюджета, и воспользоваться этим обстоятельством и начать дополнительно занимать на рынке, чтобы финансировать такой большой бюджетный дефицит. И я считаю, что это была бы правильная мера все-таки оставить небольшую заначку фонда национального благосостояния и на будущий год, потому что кризис из-за эпидемии может затянуться. А в этом году дополнительные расходы профинансировать, заняв 2, а может быть и 3 триллиона рублей на финансовом рынке. Тем более, о том благоприятствуют два обстоятельства. Первое, наша процентная ставка продолжает снижаться, и это значит, заимствования для бюджета становятся относительно дешевыми. А во-вторых, при том, что наша процентная ставка снижается, она, тем не менее, по мировым меркам сейчас очень даже высока. И поэтому нерезиденты, иностранные инвесторы уже начали приходить на российский рынок в апреле и покупать российские облигации, в том числе рублевые, потому что процентные ставки высокие, а на среднесрочную перспективу все достаточно уверены в устойчивости российской валюты к нефтяным шокам и не ждут ее глубокой девальвации надолго. То есть, если будет какая-то дополнительная девальвация, то скорее в ближайшие пару месяцев, а к концу года инвесторы рассчитывают, что рубль отскочит. И это значит, им оказывается гораздо выгоднее вкладывать в российские облигации, чем в облигации многих развитых стран, по которым проценты либо равны нулю, либо даже отрицательные, как по облигациям Германии. То есть, не составит никакого труда найти нам кредиты на внешнем рынке? Нам не нужно их искать на внешнем рынке, потому что нам достаточно занимать на внутреннем рынке, где на самом деле у российских банков достаточно ресурсов, чтобы вкладывать в такие надежные инструменты, как государственный долг. Наоборот, у банков проблема то, что сейчас на самом деле резко сократился спрос на кредиты для развития. Есть только проблема кредитования рискованных и неплатежеспособных заемщиков, которым деньги нужны, чтобы просто продержаться в кризис. И для банков государственный долг – это очень сейчас комфортный инструмент. Он позволяет добиться более сбалансированных вложений, их средств. Как бы низкорискованные государственные облигации уравновешивают то, что риски по обычным кредитам бизнесу возросли. И для банков это очень неприятная ситуация. Михаил Игоревич, как вы считаете, наше правительство и Центральный банк не начнут печатать деньги, когда они совсем закончатся? Ну, в случае вот такой критической ситуации. Есть ли такие риски? Знаете, граница между печатным и непечатным денег очень условна. Практически сейчас, когда Центральный банк, допустим, продает валюту из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке, он одновременно подкачивает банки ликвидностью для того, чтобы возникал спрос на эту валюту. По сути дела, это та же эмиссия денег, только она немножко завуалирована. Если Минфин начнет занимать дополнительные деньги с помощью УФЗ на внутреннем рынке, то, скорее всего, Центральный банк тоже будет вынужден поддерживать этот спрос, либо непосредственно покупая такие облигации, как это происходит сейчас в развитых странах в рамках так называемого количественного смягчения, либо же предоставляя средства банкам, ликвидные средства, чтобы банки покупали эти облигации. Но ведь главная проблема не в том, есть эмиссия или нет. Главный вопрос в том, как эта эмиссия повлияет на темпы инфляции. А вот инфляция в России оказалась в предыдущие пять лет, которые были потрачены на политику инфляционного таргетирования, она оказалась очень неплохо заякорена. И даже несмотря на весьма глубокую девальвацию рубля, которая теоретически должна была вызвать скачок цены, раньше обычно такие скачки цен всегда происходили при глубоких девальвациях, сейчас ничего подобного не происходит. Сейчас большинство экспертов и Центральный банк ожидают роста цен за весь предстоящий 2020 год на уровне 4-5%. Это очень близко к инфляционному таргету 4%. То есть, грубо говоря, умеренная эмиссия Центрального банка для поддержки исполнения бюджетных обязательств, государственного долга и помощи компаниям, попавшим в трудное положение, не приведет к дестабилизации ситуации в стране и внезапному скачку инфляции. Михаил Иганович, как Вы считаете, вот это предложение, не могу о нем Вас не спросить, Алексея Навального, про вертолетные деньги, что в апреле должен каждый гражданин получить по 20 тысяч рублей, а в мае по 10 тысяч рублей. И причем его поддержали там некоторые видные экономисты, я вот у них спрашивал их мнение, да, в частности и Сергей Гуриев, правда, частично поддержал эту позицию. Как Вы это расцениваете, эти заявления? Ну, заявление Навального – это чистый политический популизм, но в истории с вертолетными деньгами есть и реальное экономическое содержание. У вертолетных денег могут быть две цели. Первая – когда очень много людей реально оказалось без доходов, ну, например, все работники предприятий сферы услуг, которая просто-напросто закрылась, и многие предприятия этой сферы не откроются еще очень долго. Ну, например, многие туристические агентства, санатории, гостиницы, часть ресторанов и так далее. Все эти люди не просто де-факто решились работой, они решились основного дохода, им нужно как-то жить. Этих людей очень много, и когда таких людей оказываются десятки миллионов, может быть проще быстро раздать деньги практически всем, чтобы не заниматься очень сложным администрированием, фильтрованием тех, кто по-прежнему имеет доходы, например, многие работники бюджетного сектора, у них доходы не сократились, от тех, кто этих доходов напрочь решился и практически не имеет средств существовать. Так что это одно назначение такого рода решений с вертолетными деньгами. Но другое назначение, пожалуй, сейчас дискутируется в России еще более активно, и оно связано не столько с тем, чтобы помочь нуждающимся, потому что помочь тем, кто попал в тяжелое положение, можно и другими способами. Для этого есть каналы помощи по бедности, помощи детям, пособия по безработице, субсидий на зарплату предприятиям, попавшим в сложное положение, льготных кредитов и многих-многих других механизмов, которые правительство начинает задействовать. Но возникает вопрос. Спрос потребительский сейчас практически умер. Это значительная часть всего совокупного спроса в стране. И если после карантина этот спрос быстро не оживится, после завершения карантина и возвращения жизни в нормальное положение, то нас ждет очень длительный период стагнации после глубокого экономического спада. И вот здесь-то как раз такие деньги, вертолетные деньги, по мнению многих экономистов, в том числе экономистов, которые в свое время были связаны с Российской экономической школой, и может помочь ускорить выход из кризиса. У населения денег не будет. Они потратят все свои сбережения. Они скорее будут обеспокоены с тем, как бы продержаться на минимуме и восстановить хотя бы часть своих сбережений. У кого-то еще будут проблемы с кредитами. И вот эти дополнительные деньги, особенно если они попадут в основном самым нуждающимся и бедным людям, могут прийти на потребительский рынок. Если они придут на потребительский рынок, это значит, компания получит спрос. Это значит, ускорится восстановление экономики. Но вот тут-то как раз и начинаются закалыки с этими вертолетными деньгами. И об этом, в частности, говорят экономисты типа Сонина и Гуриева. Дело в том, что если вертолетные деньги будут прозваны всем людям, то граждане они очень разные. У обеспеченных людей и так текущее потребление не пострадало. Они продолжают потреблять все, что можно потребить в условиях карантина. Ну, как только снимут карантин, они пойдут и в парикмахерские, и в развлекательные центры, и начнут путешествовать и так далее. То есть эти люди, у них нет ограничений по ресурсам. Поэтому, строго говоря, выдавать им дополнительные вертолетные деньги – это не самое лучшее решение. Эти деньги могут уйти в сбережения. А если они уйдут в сбережения, то они ни в коей мере не ускорят выход экономики из кризиса. Поэтому, в идеале, если уж и применять в какой-то мере эту идею вертолетных денег, то нужно их распределять таким образом, чтобы мы были уверены, что большая их часть достанется людям с ограниченными текущими финансовыми возможностями. Тем людям, которые не отправят их в сбережения, то есть не отложат свой спрос потребления, а наоборот, тут же с этими деньгами придут в магазин. Идея, которая в связи с этим возникает, ну, например, сделать раздачу денег несколько административно обременительной для получателей. Например, начать рассылать ее гражданам через Почту России, Почта-банк. Но не так, чтобы они, как пенсию, могли получить на карту и потом с этой карты прийти в магазин и заплатить, не имея хлопот. Нет. Они должны прийти в ближайшее отделение Почты, отстоять там понятную очередь, которая неизбежно при этом возникнет, оформить какие-то бумажки, и после этого им на карту начислят вот эту самую вертолетную сумму. И идея состоит в том, что люди, которые достаточно обеспечены, для них эти 10 тысяч рублей могут оказаться не стоить хлопот. То есть ради них идти стоять большую очередь, тратить на это время, могут оказаться нерациональны. И тогда как бы возникнет принцип самоотбора, когда самые нуждающиеся в первую очередь и получат эти средства, а естественно, как только они получат, они тут же прибегут в магазин. И экономика начнет быстрее восстанавливаться. Михаил Игоныч, но если они все станут в очередь, то они же все коронавирусом позаражаются. Ну, естественно, речь идет о том, что все это будет возможно только в условиях снятия карантина. И в этом опять-таки недостаток идеи вертолетных денег. То есть ее реализация может очень сильно затянуться. А вообще-то такие деньги могут понадобиться как раз с началом освещения карантинных мер, когда денег у людей нет. Наоборот, условия для возобновления работы многих компаний будут созданы. И как раз в этот момент людям и понадобятся деньги. А вот получить их такими методами будет сложновато. Собственно, именно поэтому идея вертолетных денег оказывается во многом весьма проблемной. Ту же самую задачу можно решить и более простыми целенаправленными методами. Грубо говоря, прежде всего, сосредоточив раздачу денег, которая, безусловно, необходима. Но сосредоточить ее именно на тех, кто больше всего пострадал. И, строго говоря, у правительства есть возможность выявить такого рода людей, большинство из них, и оказать ему помощь разными методами. Вот какие-то методы, они сейчас обсуждаются. Грубо говоря, уже появилась сводная программа и мер правительства по поддержке населения и бизнеса. И мне кажется, в ней есть все необходимые меры для того, чтобы это сделать. Проблема только в том, что администрируется все это пока из рук вам плохо. И реально, даже когда президент на совещании говорит о том, что сделается все, чтобы банки предоставили быстро, оперативно кредиты всем нуждающимся компаниям, которые лишились выручки, то на практике, вот у меня только что разговор был с одним из коллег, который специально, по сути дела, проводил контрольные закупки в целом ряде банков, в довольно большом числе банк. Ему отказали везде. Хотя формально он подходит под все критерии. Так что проблема администрирования, она гораздо важнее того, каким способом деньги будут раздаваться. Если все это будет администрироваться так же плохо, как сейчас, а Минфин еще этому и способствует, он надеется сэкономить, в связи с тем, что просто деньги не успеют потратить. Вот это будет серьезной проблемой на выходе из кризиса. Михаил Игоныч, спасибо вам за этот разговор. Очень было интересно. Спасибо большое. До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok